Режиссера театрального Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Статья 159, по-моему, часть 2 группы лиц. Сейчас все общественность либеральная в нетерпении ждет, какой срок ему дадут и будет ли этот срок условным. Между тем, куда страшнее новости о том, что в Воронеже нашли тело призывника из Иркутской области Дмитрия Вебера. И его мать рассказывает, что у него гортань вырвана и отбит пах. Мило, да? Впрочем, друзья, не об этих милых новостях из современной аэрофистанской реалии мы хотим поговорить. А вот сейчас я имею честь побывать в доме Елены Рохлиной. И вот мы... Очень скромно. Очень скромно. Очень скромно. И мы хотим поговорить об итогах событий, которые случились 22 июня, и в котором я также имел честь принимать участие. Елена, расскажите, пожалуйста, вот вам микрофончик. Вот он маленький. Друзья, огромное спасибо всем людям героическим, которые пришли на нашу общую акцию. Мы проявили дух, мы проявили волю, мы показали этой власти, что вот так не получится легко взять и всех по домам рассовать, и все так послушненько будут сидеть в масочках, в перчаточках. И что ни делай, какие законы ни принимай, народ притихнет, а потому что нельзя, и опасно, и страшно. Вышли люди осознанные, которые знали, что они нарвутся на беспредел господина Собянина и его полицаев. Но, тем не менее, я считаю, что все удалось, люди самоорганизовались, разными колоннами пошли. К сожалению, многие пришли попозже. Но главное, что достаточно много людей дошло, несмотря на то, что их отлавливали в разных частях Москвы, и возложили цветы. Ну, интересен тот факт, что даже за возложение цветов людей паковали в автозаке. Вот, казалось бы, у нас что получается, кому-то можно возлагать цветы, а кому-то нельзя, и это уже административное нарушение 15 тысяч штрафа, да? Да, давайте я просто буду вот так держать между нами, я думаю, будет доноситься. На самом деле, показательно то, что они выгнали из Александровского сада всех. Вы этого, как бы уже, к сожалению, не застали. Вас эти захватили нехорошие персонажи, мягко говоря, и возлагали цветы фактически к чугунной ограде Александровского сада. Но аналогии проводятся совершенно странные. Одновременно с храмом, который они построили в парке Патриот, где на колено встают перед фуражкой Адика Гитлера, Шикель Грубера, как вот Амала Изыча, одновременно с этим они запрещают людям на 22 июня возлагать цветы к могиле неизвестного солдата. Что это, как не фашизм, монетарный фашизм? Я хочу добавить, что получилось так, что вот одна колонна возложила, считай, к забору, перед нами сразу огородили, чтобы мы ни в коем случае не подошли, ну, наши люди не подошли к могиле неизвестного солдата. А другая часть возложила цветы, которые с другой стороны пришли к памятнику нашего знаменитого маршала Жукова. Так что получилось, ну, да, частями хватали, вот, до 100 человек задержанных, ну, абсолютно все бойцы, абсолютно все бойцы, все сразу вникали во все, советовались друг с другом, передружились, открыли сразу чаты. Вот, кстати, о том, насколько полезно встречаться вот людям, у которых есть смелость, воля, которые правильно настроены, они знают, чего хотят, они не выходят там, там только допуская-отпускай, да, они выходят за смену системы. Они вот воспользовались случаем, что им пришлось друг с другом очень много общаться, и сейчас пооткрывали чаты и передружились друг с другом. Так что власть поневоле заставляет нас объединяться. Вот мы обсуждали до того, как включили камеру, тему гайдпарков, загонщиков. Как вот людей загоняют в загонщики, а оппозиция идет в загонщики. Да, да, и я хотела сказать, вот смотрите, какая манипуляция идет. У нас все больше и больше отнимают прав, ну и все больше на нас навешивают антинародных законов, налогов. Мы теперь новая нефть, народ. Нас нужно стричь, чипировать и вакцинировать. И на органы пускать. А потом, да, съедать. Смотрите, и каждый раз мы сдаем территорию. То нельзя в центре, то нельзя вот так, то нельзя из-за этого вот такое наказание от власти. Теперь вот власть планомерно объясняет, что оппозиции, в принципе, честным людям нашим нельзя выходить вообще, в принципе, не влюблено там, не где-то там на окраине Москвы, не тем более в центре. В принципе, нельзя. И она отсылает людей в этот гайд-парк в Сокольнике. Чтобы вы понимали, это место такое, это собачья площадка, самая натуральная, которую не найти. Она находится в лесозоне, людей там вообще нет. Получается, вы приходите, друг к другу что-то говорите. Старичку-лесовичку. Да, там его тоже не найдешь. Друг к другу все-таки фотографируйте, снимаете друг друга. И на этом все. Если у нас там колонны шли, и люди, которые им встречались, они общались, они там поднимали руки, что мы с вами. Люди видели зверства полиции и спрашивали, а что происходит? А я рассказывал, да. Да, и по крайней мере, мы каким-то образом людей подтаскивали к тому, чтобы они, ну, подтаскивали, наверное, грубое слово, людей вот старались оповестить о том, что происходит, с чем вот вышедшие люди не согласны, да, и за что они выходят. И получается, ну, есть публика, а здесь что? Ну, я считаю, мое личное мнение, ни в коем случае на эти собачьи площадки не соглашаться. Потому что тогда, вот, это как с голосовалкой. Вот как только ты идешь на голосовалку, да, ты признаешь ее легитимной. Хотя она вообще никакой юридической подоплеки не имеет. Это опросник какой-то, непонятный опросник за наш счет. Вот. Очень дорогой. Дико дорогой. И вот это, я считаю, что это то же самое, но хуже. Ты, получается, сдаешь свое право на то, чтобы ты мирно мог выходить на народный сход, на митинг, на пикеты. Ты сдаешь это все, соглашаясь на вот эту собачью площадку. Да, я соглашусь с этим. Это очень тонкие психологические моменты. Они вот просматривают, и как вот мы говорили, еду, хожу по Москве, смотрю, сколько людей в масках, сколько без. Не только я смотрю. Смотрят серьезные социологические службы военного толка. И, полагаю, не только в Арафистане. А знаете, какова цель этих изучений? На мой взгляд, мое личное мнение, они будут считать, какой процент населения ходит в масках днем и ночью, следовательно, эрго готов принять вакцинацию. Ну, а там поля с крестами все дела. Да, и получается, все это параллельно происходит. Они смотрят, на что люди согласны. Вот мы вышли, мы показали, что хотя бы там 500-700 человек по разным оценкам, но они не согласны. Они готовы на репрессии, но они не согласны с той политикой, которую проводит власть. Понимаете, вот нужно проявлять волю. Единственное, что удручает, что очень многие якобы оппозиционные каналы, они не до этой акции ее не заметили, не после не заметили. Это говорит о том, что не такие же они и оппозиционные. Представьте, если бы все подключились. Все, кто типа за народ, за социальную справедливость. Вот представьте, сколько нас было. И какое воздействие бы мы оказали, как на саму власть, выйдя вот на это считание согласованное по их меркам. Мы считаем, что оно согласовано. Совершенно законное. Да, мероприятие. Вот представьте, это был бы другой совершенно резонанс. Если можно, я вот буквально пару слов дополню. На самом деле, я тоже провожу свои тестирования. Я вывесил у себя на канале голосование с четырьмя вариантами ответа, как вы поступите с этим обнулидзе. Ну, с голосовалкой по обнулидзе. И я призвал несколько позиционирующих себя оппозиционными блогеров принять участие, хотя бы у себя такое же сделать. Никто. Никто. При этом все очень оппозиционно. Я, кстати, с симпатией отношусь к этим людям. Но это говорит только одно. Они, видимо, не очень-то сами по себе. Понимаете? Там, значит, где-то чья-то мелькает волосатая лапа спонсора и т.д. Вот так вот. И маски срываются на самом деле. Вот я скажу только про этот рупор Москвы или какое-то там другое мнение, которые вот бегают, жестокие задержания смакуют, снимают и с ними ничего не делают, потому что они выходят под эгидой там этого центра ветеранов в импел. Ну, я им уже в лицо говорю, не стесняюсь. От них мне страйк один прилетел. Ну, это все, что они могут сделать. Не, могут подстеречь там дубинкой по голове или бутылкой, как они любят. Вот. Ну, плевать. Зато маски сорваны. Удивительно. Знаете, что? На самом деле, по логике вещей, вот в таких ситуациях оппозиция должна объединяться против одного общего лютого врага. А тут мы видим, что канал Алексея Анатольевича Навального молчит, как чего-то в рот набрал. Молчат практически все. И на самом деле вот единицы и немногие. Я хотела бы добавить тот факт, что вот таким, как мы, у которых снимают ролики, Роскомнадзор постоянно блокирует нам сайты, да, ну, нам деваться некуда. Если нас вот снимают тоже другое мнение, рупор Москвы, мы вот на самом деле благодарны. Потому что нас вот заборами обставили со всех сторон. Как и наша оппозиция, которая молчит и не поддерживает, да, хотя мы тоже протестные силы, вот, Оркомитет протестных сил. Понимаете? И мы всех позвали. Без исключения всех позвали. Это разговор о том, что деваться некуда. И если путинское бы СМИ нас позвало, и мы подписали бы соглашение, что она все покажет, ну, наверное, бы воспользовались, конечно же. Конечно, конечно. Только они никогда этого не сделают. Никогда это не сделают. Понимаете? И на самом деле, дорогие друзья, дорогие зрители, это информационная война. Именно так. Да, конечно, этот второй отдельный полк полиции, вот эта вот мерзость, куда из Донбасса этих ментовню бывшую набрали. Ну, говорят, это Беркут. Ну, Беркут. И чеченцы, говорят, еще там были. Ну, в общем, это люди, которые, в принципе, не имеют права в нормальной стране служить в полиции, потому что полиция работает с людьми, как бы должна. А они каратели. Вот, собственно, и все. И именно поэтому, но их не так много, этих карателей, раз пришлось даже вот выписывать таких вот. Вот главное – это ложь. Главное – это ложь. Страх и ложь – это два фактора, на которых держится вот эта власть. И вот ложь, они любыми способами обгаживают своих оппонентов. Фу, да это тьфу. А я от одного достойного человека сегодня услышал, он Путина ругал. А я говорю, а Литвиненко? Он говорит, а Литвиненко вообще не людь, предатель, тварь. А я говорю, а почему? Литвиненко просто правду рассказал про Рязанский Сахарок. И принял лютую мученическую смерть в Лондоне от полония. А почему же он такой? В уме этого человека, хорошего, кстати, человека, почему Литвиненко такой? Ответ прост. Они работают очень серьёзно с психологией, с психикой людей. Я хотела, Захар, добавить такую вещь. Вот даже с нашим мероприятием получилось так, что пошли сразу вбросы, что люди вышли за дело сети. Я всеми руками за политзаключённых, но, тем не менее, нужно обязательно, обязательно вот эту акцию как-то замылить, чтобы ни в коем случае не прозвучало, что это за смену системы, что это против вакцинации, против чипизации, против единого регистра вот этого, когда мы будем все подконтрольные тотально. И вот был вброс такой, что в Санкт-Петербурге прошла акция. Она такая, типа, мощная была эта акция. И все-все там раскидывали в WhatsApp, в Telegram, смотрите в Санкт-Петербурге, как здорово люди вышли. И вот в комментариях писалось, не то, что там в Москве, там внутри коллеги. Вот это тоже их работа. Она бывает вот такой разнообразной, понимаете? Да-да, комплексный подход. Они будут врать в эту сторону, в ту. И очень показательно, что они с радостью снимают жестокие задержания. Это страх. Потом говорят, что малочисленные очень мероприятия. Это, а, ну раз мало, то и я из дивана вставать не буду. Я вот сегодня говорил с человеком, девушку с матерью просто лишили квартиры, единственной в Саратове. И там все повязаны, деваться некуда, просить помощи не у кого. Журналистов пытались, так местные журналисты испугались и молчат, трясутся. Но я освещу обязательно эту тему, в одном из ближайших роликов даю слово. Вот, и поймите, каждого из нас эта система сожрет поодиночке. Вы сидите на диванах, можете спрятаться в лесу, они найдут вас и там. Совершенно однозначно. И потом вы будете говорить, ох, какой же я был глупый, или какая же я была наивная, сидела, боялась. Оно все равно придет. Это называется «мы попустили». Вот то положение, в котором мы оказались, это попущение. Мы попускали, вот совсем соглашались. Вот сейчас согласимся там в лесу выступать, загороженные колючей проволокой. Потом еще с чем-то согласимся. Потом нам скажут «выступайте в группе ВКонтакте, но там заплатите за это штраф, если вы там неправильно выступали в группе ВКонтакте». Или грязно выругались. Да-да. Потом еще… А из-за участия, кстати, в митинге 50 рублей. Потом и это запретят. Потом, ну понимаете, этому предела нет. Именно так. А конечный итог – это уничтожение лишнего населения. Это практически всех. На самом деле так, поймите, друзья, и это серьезно совершенно. Я об этом в книге «Облачный мир» писал. Дело в том, что грядет роботизация. Она не просто грядет, она уже здесь. Профессия уборщицы исчезает. Да, казалось бы, маленькая, но люди так кусочек хлеба добывают. Профессия шофера, таксиста, дальнобойщика. Через 10 лет ее не будет. Также исчезнут сотни профессий, поверьте мне. Роботы заменят людей. Смотрите, да, вот сейчас рынок услуг убивается во всем мире. А у нас особенно. Ну, мне прежде всего жалко людей, которые работали продавцами где-то в магазине. Да-да-да. Или в ресторане официантами. И вот этот рынок услуг убивается. Получается для чего? Во-первых, чтобы люди не ходили, не встречались, не общались. Чтобы каждый был в своей норке. С чипом там или без чипа, но прикованный к интернету. И он заказывал, чтобы он все это заказывал. Ну, сначала это будут курьеры, а потом это будут дроны. Да-да-да. Ну, чтобы мы всячески друг от друга изолировались. И почему вот даже люди, которые вышли на акцию, они потом звонили и вот в таком восторге. Казалось бы, да, у них такие неприятности. Это суды, деньги платить. Они в восторге. Потому что они перезнакомились с таким большим количеством интересных, смелых, честных, таких индивидуальных самих по себе людей. Что вот никак не получается в другой обстановке. Как бы получается, власть иногда делает вот что-то нам хуже, а получается все наоборот. Вот. Получается, мы только от этого в выигрыше. И вот этой паразитической системе, общем мировой, очень важно, чтобы люди перестали общаться. Чтобы они перестали трогать друг друга, обниматься. Чтобы вот каждый сам по себе. Никому ничего не надо помогать. Вот. Вот в такой мир они ведут тех, кто еще останутся в живых. Ну, а 90% конечно, по их мнению, надо ликвидировать. Но это суровая прагматика. Роботизация лишит людей работы. А мы видим эти звериные хари монетарного фашизма. Они не будут никого кормить. Я вспоминаю Павловский голодомор, когда одни братья и сестры жрали партийные пайки и перешагивали через умирающих и пухнущих от голода других братьев и сестер. Это приняли. И сейчас мы видим последствия. И дальше будет хуже, поверьте. Это монетарный фашизм. Это гораздо хуже может оказаться, чем был фашизм Третьего Рейха. Потому что здесь делят людей по принципу «богатый-бедный». Богатый-бедный. То есть, а как ты получил свое богатство? Как Анатолий Лисердюков, который там по уши. Как прочие. Как этот... Ну, не буду даже перечислять. А все остальные бедные проигрывают. Это их система неестественного отбора. И девять десятых, по их планам, должны уйти. В течение полувека. План золотого миллиарда никто не отменял, поверьте. Вот. Да, и я хотела бы тогда добавить. Вот нам часто потыкают тем, что... Ой, вы конспирологи, там, любите всякие там тайны какие-то, да, надуманные. О чем речь? Какая конспирология? Единый регистр существует. Он теперь принадлежит налоговой. Налоговая будет нас контролировать. Все же. Какие у нас анализы? Что у нас там с деньгами? Вот. Получилось ли нам там 10 тысяч рублей от бабушки получить наследство? Все она будет контролировать. И самое важное, ой, что-то я хотела сказать. Маленький пример, пока вы вспоминаете. Герман Греф, каббалист и масон, говорил, что будут вводить комиссию за онлайн-переводы его этого банка. Не буду называть, чтобы не рекламировать. И планировали они сделать это в марте или в феврале, но не сделали. А вот сейчас сделали. Я вспомнила, я все время повторяю, у нас Собяка, СС, что сделал? Он на Мосру сделал план развития Москвы, который, естественно, должен распространиться на всю Россию. Скриншоты все сохранены. Только когда люди стали возмущаться, уже творческая такая общественность начала возмущаться, типа Маши Шукшиной, да? Вот тогда он это все убрал. Но там есть все о чипах. Он откровенно все это прописал, что вот в планах до 2030 года. Ну, о какой конспирологии может идти речь? Вакцинация. Вот как она может быть принудительной? Вы скажите мне. Как она может быть от вакцин, которые там, ну, несколько лет минимум должны проверяться? Позволю себе добавить. Дело в том, что нету ни одной вакцины нормальной от вируса. Да, от различных вибрионов, бактерий и прочего, штаммов, всяких этих, есть такие прививки, вакцины. Но ни одной стоящей прививки от вируса гриппа нету. И на самом деле я крайне сильно сомневаюсь, что найдется когда-нибудь вакцина от этого COVID-19, хотя бы в ближайшее время. Но, поверьте, миллионы, сотни миллионов ампул у них уже заготовлены. И все эти вирусы, они мутируют. И опять, как то же самое, вот как с нами, да, все СМИ замолчали про нас. Как будто вот не было такого события. Там пикет какой-то разгоняется у либералов. Им, конечно, большое спасибо ОВД Инфо за то, что они адвокатов предоставили, низкий поклон. Но, тем не менее, там вот маленький какой-то пикет разгоняется у них, все СМИ кричат об этом. Вот такое, и гос. СМИ кричат. А вот, ну, а мы не прошли, нас не было, да, вот. И судов у нас не будет, вот. И то же самое происходит с профессурой международного уровня, которая рассказывает правду про эти вакцины. Их тоже нет нигде в СМИ. Это благодаря вот нам, активистам и вот переводчикам, которые делают вот эти переводы, этих лекций про разоблачение вакцинации, да. И вот благодаря этому вот появляется информация, которую мы слышим. Да, и на самом деле хочу вам сказать, что ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, очень мутная конторка. И там гибнут руководители странным способом. И она уже довольно давно не является независимой институтом ООН. Как ООН не является давным-давно независимым? Увы, это печально. Ну, что ж, как вы считаете, какое будущее нас ждет и что нам надо делать? Нам нужно требовать от тех лидеров общественного мнения, которые позиционируют себя якобы оппозицией, чтобы они вместе соединялись и выводили народ. Вот мы на улице должны выражать свое мнение. Помимо того, что советы создавать необходимо, общины создавать необходимо, всякие группы взаимопомощи крайне необходимо создавать, потому что впереди вообще такие тяжелые времена, что мы не выживем, если не будем друг другу помогать. От чего-то нам нужно будет отказываться, а с другой стороны мы зато будем друг друга подстраховывать и получать истинное, настоящее удовольствие, вот живя в этом мире взаимопомощи, добра и любви. И из-за этого, ну, просто пинайте их, пинайте, спрашивайте с них, почему они не пришли 22-го, почему они ни до, ни после не отметили эту акцию, почему они не приглашают на свои оргкомитеты весь спектр оппозиции, почему? Ну, да, потому что оппозиция, друзья мои, фальшивая. Ну, не вся. Не вся, нет. Но также, это мое личное мнение, ну, вот эта радиостанция «Эхо Москвы», она такая вся из себя оппозиционная. Я на новой газете «Эхо Москвы» давным-давно заблокирована. Да, вот там не то, что вещать, там блог вести, что-то там, картинки размещать, вообще нельзя комментарий мне оставить. Это нужно понимать, что там все четко. Вот такая вот оппозиция. А кто их непосредственно? Их же содержит само государство и олигархи. Да, 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 с ручки кормят, значит, они, одна эта группировка. Ну, и мое мнение, позволю себе добавить, надо нам всем говорить. Говорить спокойно, адекватно, без истеричных криков, а со спокойными лицами говорить правду. Потому что чем больше людей пробудится, тем быстрее придет победа. Тогда можно еще добавлю. Никто не отменял народное творчество на улице. У нас есть заборы и все такое. И все мы любим это читать. Мне лично нравится, когда написано «Капитализм зло» или еще что-нибудь в таком духе. И никто не отменял разговоры на улице, в автобусе, на остановке, в маршрутках, в магазине. Вот я говорю. Это, конечно, сложно. Но очень приятно, когда ты встречаешь единомышленника, и если получается, вывести человека на диалог, задавая ему вопросы, на которые он сам не сможет ответить, если он смотрит телевизор. Да, телевизор – это абсолютное зло на сегодняшний день. Действительно, зазомбированы люди. Ну что ж, это просто, друзья мои, психологическая война, которая ведется против целого народа. Да, фактически против всего мира. Но мы ощущаем это особенно остро. Мы вообще все уже ведемся на бойню и стоим фактически на краю пропасти. Ну что ж, спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, что рассказали про акцию, как было. Потому что это очень много значит. Люди другие воодушевлятся. И, в принципе, поддержка нужна. И политзаключенным нужна. Очень жалко полковника Шандакова, который вот месяц... Ну, месяц, да. Но мы поможем ему. Поможем его жене. Я опубликовала в группе поддержки политзаключенных уже два счета, на которые можно перевести деньги. Это вот для передач и для адвоката. Ну, жена сама решит, как распорядиться. Так что в этом отношении мы ему поможем. А когда все-таки мы установим народную власть, то за счет вот этих полицаев и горя правоохранителя мы все компенсируем вот таким людям. Что ж, друзья, вот так вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. По мере желания и возможности поддерживайте мой труд. И, друзья, бороться и искать, найти и не сдаваться. Никогда нельзя ничего бояться. Нельзя быть трусами. Потому что самый глубинный страх – это страх смерти, да, или боязнь за своих близких. А ведь это власть к смерти. И к смерти всех нас и ведет. И, друзья, это страх смерти.